Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Два человека доставлены в медицинские учреждения Гомеля в результате взрыва, произошедшего вчера на одном из предприятий советского района. Примерно в 16 часов спасатели подразделений МЧС Гомельского гарнизона выехали по сообщению о том, что на улице 30 лет октября на территории общества с ограниченной ответственностью экспедиционный отряд подводно-технических работ произошел взрыв. По прибытии к месту вызова выяснилось, что при проведении огневых работ в непосредственной близости от 200-литровых бочек с остатками горючей жидкости произошла вспышка газовоздушной смеси в одной из них. Травмированы двое работников. Один из них 1967 года рождения получил рваные раны живота ноги и повреждения печени, второй – 1977 года рождения, ожоги ноги первой и второй степени. Оба госпитализированы. Несмотря на все предпринятые меры, врачам ожогового центра не удалось спасти пенсионера из деревни Судовец Светлогорского района. Мужчина с ожогами головы второй и третьей степени 11 июля был доставлен из районной больницы. Предварительно установлено, что ожоги и перелом руки он получил 9 июля, упав в муравейник, который сами поджег. Проводится проверка. Вчера была госпитализирована и 46-летняя женщина-пассажир автомобиля «Вольво 440», которая в Калинковичском районе попала в ДТП. Автомобилем управляла 26-летняя женщина. Авария произошла на автодороге Бобруйск-Мозырь, граница Украины. С целью совершения обгона попутно двигавшегося автомобиля девушка-водитель совершила съезд к ее, где опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил телесное повреждение и была госпитализирована. Водитель был пристегнут ремнем безопасности, не пострадал. В ГАИ также сообщили, что с 18 по 22 июля на территории Гомельской области со стороны сотрудников ГАИ будет усилен контроль за соблюдением водителями и пассажирами правил использования ремней безопасности и перевозки детей. Спасатели Рогачевского района спасали аистят. После порыва ветра обрушилась часть гнезда и птенцы выпали. Вернуться сами не могли, летать еще не научились. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили на земле трех аистят. При помощи трехколенной лестницы они забрались на столб и поместили аистят обратно в гнездо. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.